Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Памятная записка Синоду Русской Православной Церкви за границей. Рассуждения, размышления о проблемах Церкви, о приходах на территории России, если Господь благословит миром хотя бы в сегодняшнем виде, в перспективе на ближайшие 7-10 лет. После решения Синода откликнуться на лопли русских на родине открывать приходы от РПЦЗ прошло совсем незначительное время. Количество приходов увеличивается и четко обозначились вопросы, которые необходимо немедленно разрешать, дабы уже допущенные ошибки и опущения, промедления не усугубить в худшую сторону. Высказываемые ниже мысли не только лично мои, но это же слышно и в России от священников и мирян. Первое. Руководство в России должно приблизиться к решению Собора 1917-18 годов. Число епископов только в России довести в самое короткое время как минимум до 30. Теоретически в дальнейшем, при благоприятном ходе развития дел, Синод перенести на территорию России. В принципе, уже сейчас проработать возможности этого. Вплоть до восстановления своей патриаршей кафедры, ибо Московская патриархия почти доказала уже в послепутчивский период, что она перешла ту невидимую черту, за которой им не дано раскаяться во лжи в сотрудничестве со злейшими врагами Христа и Церкви. Правила святого Григория Неокисарийского, 2, 3, 8, 20. Вполне допустимо, что часть архиереев и других лиц духовного звания высокого положения есть совершенно неверующие люди, засланные органами КПСС и КГБ. 2. Прием из Московской патриархии в лоно Русской Православной Церкви за границей, как мы и говорили несколько лет тому назад, пошел именно так. 3. Не только не лучшие кадры, но нетерпимые даже в Московской патриархии устремляются в зарубежную церковь на ловлю счастья и чинов. 4. Один, только лишь один скрытый неверующий сергианец, невозрожденный пастырь, легко развратит целый приход и поведет яростную борьбу, агитацию против искреннего, глубокого верующего священника. 5. Дискредитация обнаружения волка болезненно и трагична. 6. Необходимо ввести институт карантина и оглашения для желающих получить место служителя, будь то семинарист или уже рукоположенные ранее. 7. Предлагаю простой, дешевый и вполне приемлемый и надежный способ проверки. 7. Из России присылайте им наш адрес. Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. 8. Отцу Иоакиму Лапкину. 8. И предлагайте им приехать в гости на работу, на служение на срок 1-3 месяца. 9. Подавляющее большинство покажет себя, раскроется, кто же он есть. 10. Прошу не исчесть это предложение за легкомысленную шутку, но труд и молитва ежедневные, и беседы, и совместное житие – те самые орудия, 10. Это лакмусовая бумажка, которые всегда точно срабатывали у святых подвижников в житиях святых. 11. У нас там начато строительство христианского поселения и храма. 12. Иммиграция сохранила чистоту веры, не допустив в свою среду чужих. Так говорят, окончилось вавилонское пленение, пророк Даниил, 10 глава, Иоанн Салтовуз, 2 том, 524 страница, и 12 том, страница, 1266. 13. Окончились 73 года от убийства священно-мученика императора Николая до путча и свержения КПСС в августе 1991. 14. По смыслу пророчества иммиграция или часть ее возвращается на родину, когда каждый, как преследуемая серна или как покинутые овцы, обратится к народу своему. 14. И каждый побежит в свою землю. 15. Порок Исаия, 13-14. Книга Руфи. 15. И глава 1. Неемия. Первая книга Ездры. 15. Центр тяжести Силана склоняется к России, где и должно быть руководством с сохранением зарубежной части. 16. Несмотря ни на богатые и многочисленные храмы и зарубежные, ни на отличные хоры, 17. Евангелизация коренного населения нигде так и не началась и не пустила глубокого корня в местном населении. 17. У нас же на родине в России есть весомые предпосылки, что это уже началось. 18. Так как патриаршие ставленники, архиереи по канонам Христовой Церкви в подавляющем большинстве должны быть запрещены со снятием сана, 18. А они этого, похоже, и не собираются делать, то выход только в евангелизации России, в открытии приходов и епархий, восстановлении истинного патриаршества. 18. Монастырии, семинарии под руководством неосквернившейся с князьями мира. 18. Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. 18. Если который епископ, мирских начальников употребив через них, получит епископу в церкви власть, да будет извержен и отлучен. 18. И все, сообщающиеся с ним. 19. Седьмой Вселенский Собор, правило третье. Продолжение следует.